здравствуйте сегодня я начну писать свою картину но слово писать не подходит потому что писать подходит только под масляные работы на холсте значит это будет рисовать итак сегодня мы будем раскрашивать наш эскиз вернее карандашный набросок с чего же начать вообще из чего начинается все эти картины мы упростим работу и начнем ее ну вот этот весь сложный процесс мы разделим на мелкие стадии которые в конечном итоге приведут прекрасному результату и мы сможем эту технику освоить я буду писать акриловыми красками поэтому слоя у меня будут сохнуть быстро и нанесение каких-то пятнышек на кардинальные тона например по синему я буду рисовать желтыми пятнами у меня не будет получаться зеленого потому что краски не будет совмещаться ну я имею ввиду с смешиваться тона вы сами знаете прекрасно что есть при смешивании синего и желтого у нас будет получаться зеленый а это в небе как бы не положено иметь зеленый цвет в небе может быть и легкая зелень виде бирюзы и то по низу в основном по горизонту там отдает бирюзой а как то вот такого кардинального зеленого в небе я пока не видела может быть ну может быть только северное сияние выдает такой свет но этого тоже я не не имела удовольствием наблюдать поэтому будем рисовать здесь значит акриловыми красками но пятнышки по афремову которые он рисует мастихином я буду рисовать кистью но я хочу их рисовать в виде или кружочков или вытянутых таких овальчиков потому что я видела у художника в интернете девушка рисует свои картины именно вот этими пятнышками ну то есть это как бы пуантилизм но пуантилизм там добивается вот совмещение тонов как как бы пятна перепутывается например вот так совместно рисуются желтые и синие и когда вы будете отходить вам будет казаться что это зеленый например на дереве мы же будем рисовать как бы если это желтая то желтая пятнышко пятнышко виде квадрата но не видим в виде верни точек но не в виде квадрат в общем вот такой я придумала себе урок занятия и как бы картину в необычном стиле нарисовать с чего же мы начнем рисовать акриловыми красками если например с масляных работ я старалась начинать сверху и спускалась вниз чтобы вот я локтями здесь руками все это не свезла потому что это все сырое здесь я могу рисовать с любого угла хоть с этого хоть с этого хоть вот где вот какая деталь мне захотелось то я могу начать рисовать потому что все это быстро высыхает и потом я могу на это все ложите рукой и как бы не все это свозить и так в таких картинах я бы например начала с большего цвета ну то есть я бы заложила здесь небо синим и уже там мелкие детали потом добавляла но зная технику в масле эту ну как бы изучая изучая я всегда начинала с фонаря с главного героя особенно вот можно начинать потому что здесь закручивается основное действие то есть цвет вот этот броский на что обращаешь внимание всегда в эту картину когда я смотрю я не обращаю внимание не на людей которые идут не на домик уже как бы там ладно а в основном обращаю внимание на два вот этих фонаря то есть я смотрю как здесь ложится свет по-разному потому что здесь нет деревьев здесь деревья свет будет блестеть на на листьях поэтому мы здесь свет будем в виде листьев изображать здесь же листьев нет здесь свет изображается в виде поблескивания как бы в воздухе значит и очень хорошо просматривается вот эти отражения в мокром асфальте вот этих вот фонарей вот здесь будет отражаться вот это то основное на что сильно уделяешь внимание и еще такой момент здесь значит при просмотре на ну при просмотре картины я увидел такую деталь сейчас я вам ее прям на картине покажу смотрите это референс и по картины афрема с которого я с которой я буду рисовать вольную копию своего произведения то есть смотрите две основные детали которые я выхватываю два света два отражения мой мозг так как бы ну я тираж тираж вижу тираж мой мозг хорошо считывает этот тираж здесь нужен то есть как тираж но подобное 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 и еще немаловажные пятна это вот это черное дерево и вот это черное смотрите какая гармония здесь вот в этом как бы в этой картине такой перевес цвета идеальный то есть идеально в эту сторону располагается идеально в эту сторону эти располагать как бы пятна одинаковые здесь здесь вот это все как-то не очень вот это тоже темнота гармонирует вот этим но в общем в таком знаете цветовом решении просто если вы закроете глаза и будете вот убирать детали осмотреть на пятна вы увидите вот этот вот вот эту точку схода там вдали и вокруг неё вот такие красивые момент изображения вот так можно сказать вот если например вы закройте глаза и будете вот прищуритесь прищуритесь совсем ничего не видно видно только цветовые пятна я вижу здесь синюю звезду то есть вот эта звезда вот это вот синева уходит сюда вот это вот синева сюда это синева сюда потому что вот это вот часть перебивает небо и создает вот такой звездой раз два три 4 5 смотрите даже пятиконечно в таком изображении я вот нашла синюю звезду дальше если я посмотрю я вижу здесь вот такую в виде вот такого пятна видите это будет бирюза например потом я вижу вот расходные лучи цвета вот такого и тоже она наверное пятиконечная раз два отражения 3 4 5 но если это объединить за одно отражение то тоже 5 вот таких даже вы знаете вот не не вот эта темная масса и не вот это вот а именно вот сам сама улица вот этих фонарей вот если просто по фонарям брат смотрите улица фонарей видно здесь 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 и отражение этих фонарей здесь очень такая знаете сбалансированная по цвету и по деталям хорошо вложено пространство хорошо смотрите от точки схода сколько всего накручено видите такая большая аллея вложилась в небольшой квадрат в общем что по цвету здесь гармонично что по деталям вот по деталям тоже все интересно такая картина в общем это будет моя муза я буду рисовать вольную копию поэтому какие-то детали у меня здесь будут отсутствовать какие-то я буду придумывать на ходу потому что строение я рисую так как мне нравится и все такое прочее идеальное сходство добиться сложно поэтому мы будем основное брать то есть мы себя начертили но я думаю что я с вами и вы тоже это начертите и будете рисовать и так мы начнем рисовать от цвета что я имею ввиду от цветовых пятен почему не наоборот я рисую как бы от голубого там и желтого значит и так я пробовала все же как бы это рисование приходит опытным путем вы попробуете так так ну значит когда я задавливаю темнотой то бывает я оставляю мало колеса света и у меня получается такой знаете не тот эффект поэтому сначала я раскручу везде свет везде ну кроме отражений отражение буду рисовать в конце когда уже все пятна разложу в общем сейчас мы будем рисовать только вот эту часть как бы деревья и дома ну тут тоже можно поделить вот в несколько приемов потому что новичку сложно сразу например объять всю картину картина делится очень легко сначала рисовать можно деревья и свет с этой стороны ну то есть выдать вот здесь свет вот здесь свет как бы вот так частично и потом вторая деталь может быть разрисовка здания с небом потом можно нарисовать воду и уже приступить к земле и и куколкам или куколки тут совместно общем это будет поэтому вот можно разбить на такие этапы почему картину я разбиваю на этапы хочется поработать и по детализировать здесь потому что она высыхает детализировать можно сразу то есть участок полностью вырисовать и под него уже подбивать все остальные участки в масляных работах рисуется вся картина и подбивается уже на ходу накидывается везде разброска цвета идет по по всей картине здесь можно сделать ее частями значит все мои утверждения вот по ходу работы это мое экспериментальное чудо вот я так себе задаю план работы только я его оговариваю с вами вы сами знаете это недавно занимаюсь мне это очень нравится акрилом рисовать интересно значит брошу ли я масло нет конечно нет нет я порисую так порисую так мы открыты для всего потому что до обучения в школе рисование я была узко узко специализирована сейчас я не не как бы сейчас я объясню что я имею ввиду ну то есть масло и дальше я никуда потому что если я начинаю рисовать карандашом мне не получается эскизы у меня корявые но сейчас у меня уже понимание есть вот этого всего даже вот куколок но вы сами знаете вы со мной если кто давно то я и отдельно посвящала этому прямо какой-то период времени я рисовал этих куколок сейчас я могу этот образ идущего человека нарисовать очень легко единственное здесь но и бывает не задаются и ступни это то что у меня вот слабое звено в моем рисовании поэтому здесь наиболее простое вот как бы буква вы рисуется и и чуть-чуть одна нога рисуется больше та которая сзади визуально и многие здесь но я вижу некоторые картины они так но так и нарисованы и по простому но если вы будете например рисовать большой холст вы не сможете уйти от этого понимаете вам придется вырисовать фигура будет больше значит детализированность будет больше фигура меньше деталей почти нету понятие вот в чем прелесть этой картины потому что мы большое сюда вкладываем расстояние и уже детали можно избежать у меня есть картина который я рисовала масляной краской сейчас я вам покажу что я имею ввиду говоря про человека и его детализацию вот что я имею ввиду если мы выбираем картину которая большого рисует человека и здесь должна быть детализация ног нарисовать и умудриться надо обувь хотя в этой картине подразумевался дождь и тут как бы смытые края зарисованы эту я картину у стерла она мне не понравилась тут велосипед еще у него и зонт еще не нарисован я почему-то сейчас скажу что сделала это мне все понравилось как я нарисовала там лица ладно все это как бы сходно здесь был размытый задний фон и у меня не задалось с цветом я ввела сюда вот этот коричневый как бы телесный и он в дожде не смотрится потому что он сильно затеплил мне здесь фон вот так на половину город это должна была быть земля на половину город там невнятный то есть размыто по дождю все ну и вот картина теперь это в подвешенном состоянии нравится мне это или не нравится я еще не знаю то ли я буду дорисовывать сюда велосипед и в принципе впишу сюда фон она уже высохла это масляная работа поэтому масло я сами видите не бросаю его бросить просто нереально потому что то что я могу в масле я еще не могу в акриле ну в общем эта картина вот она еще в моих раздумьях потому что фон не задался мне пришлось не люблю сейчас объясню что не люблю я не люблю рисовать деталь центральную а в конце вводить фон то есть я одинаковый фон должна ввести в мелких деталях между ними здесь 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 этот фон я должна подвести при том что фон этот должен быть одинаково не виден что я его в конце ввела здесь у меня все время я вижу цвет не тот полоски не продолжаются чертить по рисунку я не могу мне жалко истребить то что я уже нарисовал и с этим фоном в общем у меня не задалось вот вот еще от зонтика забыла здесь нарисовано а я не провела ножку ну ладно в общем вот так и дела с этой картиной вот что касается ножек видите здесь приходится рисовать из гиб ноги хорошо раскладывать тени потому что без этого если вы не поймете как это все делается светотень это все для для вот любой работы и все один раз поймете все остальное все везде одно и то же одно и то же хоть и акрил хоть что просто там больше возможности в одном здесь и в другом здесь то что он высыхает там то что он не высыхает тут в общем то краска вот как интересно значит начинаем с раскрашивания желтым цветом значит какой желтый выбрать у нас как бы применяется здесь желтый лимонный или кадмия желтый средний но это в масляных работах эти краски вы сами понимаете лимонный цвет или средний желтый что дает выбор цвета желтого здесь на работах чем темнее желтый тем ночью сгущается чем ярче желтый тем ярче картина но лимонный все равно здесь немножко вычурный она как бы вся картина кричащая по цвету и это нормально для этой картины она фэнтези да фэнтези вот но вот с желтым вот так если остальные цвета я не реагирую там не голубой ну более там светлый темный конечно он сгущает но все равно даже мы здесь будем вводить ультрамариновые пятна они же такие яркие только желтый здесь дает глубину ночи вот чем будет светлее желтый тем у вас будет ночь ярче и свет ярче тем тусклее естественно вокруг меньше света поэтому здесь можно применять и лимонные у меня есть картины с лимонными как бы желтыми они очень красиво смотрятся и есть и кадмий желтый средний поэтому что сейчас я применю я применю желтый средний цвет нет я применю все таки лимонный пусть моя будет картина вырви глаз прямо вот ярко вот уже красочка подсыхает ну ничего на какой на какой-то части произведения мне этого хватит значит единственный недостаток вот даже вот этой краски я не знаю как она в больших тюбиках себя ведет она вот эта прозрачная вот здесь у меня вот эти полоски от карандаша потому что здесь я расчерчивала ну это уже все не функционирует значит ладно я потом наложу несколько несколько слоев белое пока не буду рисовать белое в конце маленькой кисточкой я прокрашу значит что сейчас я буду делать как я буду рисовать пятнами и как вот здесь я буду раскрашивать все произведение я буду рисовать сейчас однотонно то есть я не буду мазки раскладывать квадратами я буду рисовать как будто бы мое произведение без без пятен вообще то есть если вы верхний слой пятен уберете вы увидите основной цвет нижний то есть обычный наш градиент цветовой градиент мы рисуем значит радуга желтый потом идет если в сторону не зеленого идти а в другую сторону после желтого идет оранжевый потом идет красный потом идет фиолетовый, дальше синий, а уже после синего там идет зеленый, и после зеленого уже идет опять голубой. После зеленого идет желтый, ну, в общем, то есть круг замыкается. Очень хорошее знание этого градиента у меня дало мне работу. Я технолог по краске, и когда краски загружаешь, там нужно, чтобы, ну, не промывать, я, например, дорогостоящими растворителями специальные аппараты для изготовления краски, а загружать краску на краску. То есть, ну, если у меня была там, например, какой-то цвет, например, синий, я могу сделать и белый, и могу сделать, например, там после синего добавить желтого, сделать зеленый, после зеленого выйти там еще на кокуну, ну, в общем, разное всякое. Значит, смотрите, здесь та же самая история, потому что уже мы будем рисовать пятна на деревьях. Ну, опять, значит, я буду сейчас, невзирая на то, что у меня там листва или стволы деревьев, раскладывать такой же круговой свет. видите, без пятен, без всего, просто раскладываю. Вот, если в одном случае, там, где мне полоска нежелательно, желтый, как бы прозрачный для меня кажется, то рисуя его на деревьях, я вижу подложку, ну, в общем, эскиз свой, я потом этот эскиз смогу прочертить эти ветки на деревьях. Когда краска высохнет, следующий слой, он перекроет вот здесь вот нежелательные полосочки. Так, сейчас я должна прищуриться и посмотреть, хватает ли мне здесь свет. Вот я сделала ошибку, например, вот здесь. У меня здесь меньше, чем последующие шары, ну, в общем, шары цветов. Это неправильно. Это мне, как бы, изменяет проекцию. Ну, изменяет... Да, проекцию. Эти почти сливаются, но они все равно круглятся. Вот эти могут слиться вообще все в одну кучу. Ну, вот пока вот так. Красиво. Значит, основной световой источник вот этот. Значит, здесь должно быть больше, чем вот здесь. Потому что это в воздухе маленькие шарики света, а здесь на листве большой нарисуем. Ну, вы же понимаете, что это только изначальный тон, потому что еще будет оранжевый, желтый, красный, ну, в общем, все эти тона. Потому что я должна сейчас нарисовать больше, чем вот этот. Каждый последующий больше предыдущего. У нас так будет показываться удаление. То есть то, что размер меняется. Перспектива, она показывается, вот смотрите, следующим. Значит, изменение цвета. Даль голубит. Изменение цвета. Раз. Изменение размера. То есть уменьшает даль. Чем дальше, тем меньше. Голубит. Дальше. Размываются границы. То есть невнятно будет нарисовано. Вот эта даль до моста, вот тут я прочерчивала квадрат, до него считывается все. После него это даль уже у нас. Тем самым мы покажем расстояние хорошо. Конечно, квадратиками рисовать было бы проще, потому что у меня кисточка квадратная. Но хочется попробовать кружочками эти пятнышки рисовать. Точечками. Так, теперь я должна рассмотреть, правильно ли я здесь величину этих нарисовала. Вот смотрите, этот отдельно просмотрим нормально, этот отдельно просмотрим нормально, увеличение пошло. Низ не рисуем. Все, по желтому я разложила красиво. Теперь начнется оранжевый цвет. Значит, как там надо рисовать? Вот всяко-разно, ну, как бы с такими проходами туда-сюда. Я пока эти проходы рисовать не буду. Я тоже разложу оранжевый вокруг них. Тоже вот такими круговыми, как бы без пятен, круговыми образами. Акриловые краски хорошо моются водой, поэтому кисточка одна и та же. Я масляные работы не мыла, не в растворителе, а не применяю. Это все дома пахнет. Это как бы обходилось все без этого. Ну, вот это вот приходилось вот так целую кипу держать кисточек, потому что у меня тут была и желтая, и красная, и какая-то еще кисточка. А это вот одной пользующей. Ну, у меня, в принципе, в ходу три кисти. Смотрите, что мне надо. Ну, пока я вот еще на этом этапе... Это вот мне детализирую. Я очень маленькая тут. Это вот, наверное, четверка, нолик тут или единичка. И вот этот размер. Прямо лапан. Ну, это для больших областей. Красиво, да? Вот, смотрите, уже у нас уход виден. Вот проекция уже видна. Уже мы даже вот просто большими световыми пятнами туда разложили визуальность. Так, найти теперь оранжевую краску мне надо. Было бы, конечно, хорошо. Вот эти наборы здесь, невзирая даже, наверное, на количество цветов на произведении. Вот они, разные картинки, а наборы одинаковые вот по цвету. Было бы, конечно, хорошо, если бы вот по радуге были бы совсем вот они разложены. Потому что были наборы, которые... Ой, отличались. Друг от друга, в общем, отличалось. Ну, например, здесь десятка, а там в другом наборе десятка уже какой-то другой цвет. Вот как-то не подобрано. Ну, разные, видите, производители. Нету классификации такой. Знаете, что если 10, то это именно вот такой примерный хотя бы. Коричневый хотя бы. Пусть разновидность разная. Вот секция прямо цветов. Ну, нету таблицы. Вот в других есть таблица с описанием. Вот видите, как здесь, например, вот номер и цвет указан. А здесь такого нет. Ну, вот в наборе, смотрите, кисти. Это я всю оранжевую еще. Я пробовала совмещать. Ну, если, например, вот сейчас как бы я не найду. Вот, если мне тут вот нравится четверка, но это другой автор. Как бы тут может быть этот цвет любой четверка. Серый, видите как. Вот и все. Теперь надо их все вскрыть, чтобы найти оранжевый. И его может и не быть, потому что в данной картине, может, оранжевый и не применялся. Самый такой цвет, который быстро у меня вышел с обихода. Красный. Краснокоричневый. Здесь дан тюбик, в который краску надо выливать и там, наверное, хранить. Но самое лучшее хранение это вот в таких тюбах, в тюбиках. То, что в баночках вообще быстро пропадает. Поэтому, наверное, и большие размеры. Я до этого брала красочку, в основном черную, акриловую в тюбиках. Долго она у меня хранилась там, ну, в какой-то период времени. Я в основном фон рисовала черный. Я по нему потом масляными красками рисовала. Так можно. По акрилу можно рисовать маслом. Как бы считается, наоборот, нельзя. Раньше, ну, как бы считалось, что она отколупнется. Ну, сколится. Раскрескается и сколится. Но сейчас, насколько я знаю, можно акриловым лаком покрывать работы масляные. Они не так желтеют. Вот эти натуральные лаки, все-таки они произведением вообще быстро зажелтяют. Так что там выбор такой, оно вроде и не положено, но лучше себя ведет. И то тоже от всего, не знаю, от много факторов зависит, растрескается или нет. И какой лак, и какой растворитель там, все. Так что это, знаете, как повезет. Ну, что, в основном все коричневые. Оранжевого нету. Составлять цвет это некрасиво получается. Я уже составляла. Так, ладно. Пока составляю цвет. Можно, конечно, и перелистать. Ну, можно и рассказать девочкам, которые в курсе тут моей творческой деятельности и немножко такой жизненной деятельности. Вы знаете, где я живу, да? У нас тут приграничная зона. Спрашивали, была ли я в эвакуации, ездила ли. Мы все были. Недель у нас не было. Ну, как бы старший у меня уезжал по программе в старый школ. Там был неделю. Ну, вы же знаете, что делается. Благополучно с работы человек рассчитанный. Там предоставляется все. Но при этом нет уж заработка. А кредиты никто ж не отменит. Поэтому вот эвакуируйся хоть куда. А кредиты за собой потянешь. Если они есть. Вот такие дела. Мы были в Белгороде. Я приезжала домой, потому что у меня тут собака осталась, кот остался. Я каждый день сюда ездила. Ночевать туда ездила, а день здесь проводила. Ну, так, знаете, как бы... Деньги кончились. Ну, вот сумма какая у нас была. На ту сумму и мы прожили. Дома тут у меня с огорода картошка-моркошка. И весь подвал в закрутках. И все на свете. Я все делаю для жизни. Потому что мы живем в своем доме. И держим огород. У нас все это всегда есть. В квартирах оно это не нужно, там хранить это нигде. У нас есть это все, подвалы. Я в подвале сидела, когда было шумно. Как бы все эти проходила этапы. Своебразия жизненного. Такое... Я попала как раз... У нас тут сильно шумели. И такое, знаете... Я ехала на велосипеде. В общем, я была у сестры. И сестра моя живет в другом конце города. Ну и мне через весь город надо проехаться на велосипеде. Я ее посещаю, езжу туда-сюда. И в этот момент, когда шуметь начали, я вижу, что, например, дальше, чем моя сестра, и шум по небу и распространяется в сторону моего дома. Там останавливается этот шум. А у меня дома ребенок младший на занятиях сидит в интернете. Ну вот, представьте, маму, которая едет домой, и над головами проносится шумы. Такое, знаете, ощущение, как будто бы ты вдруг оказался в фильме. В 3D, когда вокруг тебя эти все действия, ты смотришь впереди, куда ты собрался ехать. Там дымно. Поворачиваешься в другую сторону, ну как бы объездными путями едешь домой. При этом к тебе навстречу люди очень быстрым шагом уходят с той территории, где твой дом, и ты туда едешь. Поэтому мы собрались и как бы поехали на неделю в отпуск. Так, вот, пробыли там в отпуске. Нас любезно приняли, предоставили нам жилье, как бы. Но не свое оно и в Африке не свое. То ли тут вот все мое, какое бы оно ни было, но оно родное, понимаете. А там оно... Там вот так. И причем вот так. Здесь нахожусь, душа болит. Там ребенок у меня. Ну, я спокойна, что там ему спокойно. А туда уезжаю, начинает душа болеть, что здесь у меня дом и хозяйство мое такое. Как бы пяти щенят и кошка, и собака. Так, оранжевого так и не нашла. Вот это то, что касается обстановки. Обстановка... Одно горе выбивает другое горе с головы. Или наслаивается, или выбивает, или я не знаю, что делать. Я уже перестала это все обдумывать. И вот как бы... Вот так. Есть вот момент порисовать, и слава богу. Есть какой-то момент, что-то где-то... Пообщаться. Знаете, как вот мне приснился сон за сестру. Ну, что... Повидались, и слава богу. Пообщались, и слава богу. Потому что... Какой наш... Тут и возраст у нас у обоих. Мне в 55 и 56 год. И на 9 лет она мне старше. Повидались, и слава богу уже. Так что вот так и дело. Поэтому вот рисование тоже здесь приобрело совсем почему-то другой вид отношения к нему. Опять вернулось счастье рисования. Вы представляете? Я уж сама удивляюсь. Тут вся эта история... Тут я на плече порвала связку уже по-порватому. Просто неаккуратно подняла тяжелую сумочку, и лупанула себе опять связку. И то у меня обе руки как бы были травмированы. Связки эти. А сама думаю... Вот всегда так. Если он певец, у него что-то с горлом случается. Если он там музыкант, он там слепой. Не видит этих клавиш. Каких-то там. Если вот я рисовать люблю, значит, руки не подыму на мольберт. Чтобы хоть... Вообще удобно, вы знаете. Ух, удобно. Я вот здесь вот так ставлю иногда. Прямо с удовольствием. Ну, не могу. Долго вообще даже. И кусочек не могу. Ух, я всю краску открыла. В общем, девочки и мальчики, радуемся каждому моменту. Вот. Есть я кусочек хлеба, слава богу. Потому что сидишь в чужом городе, в чужой квартире. Ну, никто ж тебе не принесет кусочек хлеба. Кто тебе знает, что он тебе нужен? Даже просто так дать. Ну, так же. Кто знает? Никто. И будешь сидеть, чахнуть там. Вот. Без ничего. Это сейчас же миллионы людей. Я просто думаю, господи, хоть бы не довелось нам куда-то ехать дальше. И как все поехали в... Все мои. Вы представляете. Вот я приехала сюда. У меня здесь за одну секунду не стало никого вокруг. Они все разъехались. Все спасали своих детей. Разъехались. У сестры нету, семью уехала. Подруги нету, семью уехала. Дети мои разъехались. Вот пришла ночь. Я одна. Собака и кот сидят возле меня, на меня смотрят. После первой ночи, когда я не ночевала, я приехала, у собаки вот так дрожали ноги задние. Это сколько она принесла стресса. Ой, сейчас я аж плакать буду, не хочу. Сейчас. Понимаете? Вот и подумаешь, что есть стресс, что нет. Сразу слезы наворачиваются. Вот. Ну и, в общем, такие дела. И сидят, на меня смотрят. Вот ночь наступила, я сижу. Дети там. Одиночество. Плохое слово. Вот так сидишь, думаешь, господи, боже мой. Хотя бы утро быстрее. Вот и все. Вот и поэтому рисование. Я села сразу рисовать, моментально. Ощутить себя. Схватиться за то счастье, которое ты испытывал в другие прекрасные времена своей жизни. Вот так. Поэтому я понимаю, знаете, я думала, что я рисованием по психологии, да, там, например, арт-терапия, я рисованием должна, ну, как бы горе выбить. Нет, нет, нет. Я поняла другое. Я рисованием счастья должна найти свое, понимаете? Если к рисованию прилепить слово горе, то есть оно мне поможет выйти из стресса и выйти из горя. Нет. Оно помогает не из стресса выходить. Оно помогает вспомнить, как ты был счастлив. И ощутить это счастье, понимаете? Поэтому, когда вот сажусь я рисовать, я испытываю удовольствие. Вот. Счастье это. Так. Оранжевого не нашла. Вот оно счастье. А делать оранжевый, как я буду, а? Таня, желтый с красным совмещать. Ну, ладно. Что делать? Вот что есть, то есть. Какое есть, такое есть. Так что вот это вот такая обстановочка. Все везде, знаете как, себе накрутишь, накрутишь в голове, выйду на улицу, машина ездит, люди ходят. Лица знакомые все. У меня здесь, вокруг меня все, меня знают, я всех знаю. Иду, лисьями тут. Мусорки убираются. Везде площадки детские делают. Крыши кроются. Где-то там Трах-Тибидох называется. Трах-Бабах. А они сидят на крышах, стучат молоточками. Вот едешь, понимаете, вот возвращает это к реалии. Вот такой, какая бы, вот, хотелось бы видеть мир. Вот так. Поэтому такая вот ситуация у нас. Ну, сейчас все вернулись, кроме, конечно, подруги моей. Она еще не вернулась. Они потому что уехали сразу далеко. Вот. Что дальше судьба нас? Куда пошлет? Ехать куда-то? Средств нету. Ну, мы сидим на мели. На полной. На полной мели. На бок уже. Зато любим всех. Вот и все. Что делать? Терять не надо. Терять не надо оптимизма и надежды на лучшее. Все будет хорошо. Порисуем красивый мир. Пусть картина эта будет радостная. Это очень такие картины яркие. Ну, а там что, бог нас, что делать? Вот. Так. А где у меня палитра? Таня отвлеклась и расстроилась. Сейчас немножко пойду кофе попью. Восстанавливаю нервную систему. Поглажу щенят. Сейчас вам покажу хоть одного. Мне очень нравится. Вот этот черненький щеночек. Мой зайчик. Смотрите. Черненький. Какой красивый у меня. Симпатюшка. Они там спят. Это черненький. Видите? Просто черный и такой аж волнистый какой-то. Они все маленького размера. У меня же собачка маленькая. И щеночки маленькие. Ой, спим. Как мы спим. Сонное царство. Это вот девочка. Это похоже на мою собаку. Смотрите. Собаку. Смотрите. Видите? Просто жулька только маленького вида. А это такой холюсенький. А это такой холюсенький. Так. Где еще кто? Где тут еще кто? А? Идите сюда. Идите. Идите. Не знаю. Видно вам? Нет? Хорошенький такой. Вот такой. Кто тут язык, смотрите, высунутый? Балдеет. Ой, ты мой хороший зайчонок. Тихо. Не пищать. А вот еще какой. Смотрите, ушастик. Уши вот так вот у него висят. Кто такой красивый? А? Масик. Масик красивый такой. Масичи красивый. Будем грызть. Видите? Вот. Ушки такие. Это у ней было с таксой отношение. Видите? Это вот на таксу прям похож. Ее уши висят. Только такса была такая темная, черная. Черная с рыжим. Вот. Щенки получились такие. А Жуля моя вся рыжая. Один только вот черненький. Но девочка. Так. Ладно. Приступаем к деланию оранжевого цвета. Ну, любой цвет, а не тот. Мне надо оранжевый яркий. Это вот такой темный. Темно-красный и алый. Ну, более-менее. Может быть, и не такой яркий, но этот хотя бы похож на оранжевый. Значит, что я буду делать? Мне нужно создать небольшой ореол. Пятна я еще не делаю. О, как тут рассказать вам, что? Это комписты. Я не знаю, правильно это будет или неправильно. Это экспериментально у меня идет все эксперимент. Потому что вы будете по-другому что-то экспериментировать. Это может быть неправильно по отношению к другому художнику. О, к его мысленному всему этому делу. Да что же это такое? Выдумка моя. Я выдумываю так себе рисовать. И рисую. Ну, в этом и гениальность самого рисования. Что мы можем делать так, как все. Или так, как вообще никто не делает. В этом и прелесть этого всего занятия. Значит, вот с какого-то тут вот периода расстояния здесь уже теплота ушла. То есть уже будет после желтого не оранжевый цвет, а зеленый. Ну, бирюза тут в данном случае. Как озвучивать? Придется снимать и потом уже после съемок озвучивать. Но так тоже неинтересно будет. Потому что, когда снимаешь сразу, озвучиваешь при работе, тогда какие-то нюансы тут же разбираются по ходу действия. Так, теперь красный образ. Возьму этот же алый. И небольшой, небольшой такой образ. Значит, здесь краснота уже еще дальше уйдет. То есть градиент заканчиваться будет ближе к нам красный. Вдали уже я его не буду рисовать. Вот так. И так же точно увеличиваем размер, как мы фонари увеличивали, так и цвета увеличиваем размер больше. Здесь потоньше красного. И тут он заканчивается. Видите, как я цветом рисую градиент. И получается, как бы я рисую проекцию цветовую. Значит, здесь я поставлю фиолетовые пятна, а образ будет только здесь, вот на первом. Ввожу цвет. Но сейчас я буду точками вводить. А кисточка эта квадратная. Значит, я сделаю только вот этот фон. И потом пятнами это все раскрашу. И получится мы такое, как бы, произведение. Нарисуем очень легко. Я не думаю, что сейчас какая-то трудность есть, вот просто рисовать круги вокруг фонаря. И так вся работа. Несложные вообще ни капли. Но очень красивая. Ну, я надеюсь, конечно. Прогнозируем. Как бы, даль здесь голубит, а потом она фиолетовая. Вот это вот период времени. Вот здесь все можно сделать фиолетовым. Да, и он будет вот приближаться прямо вот так. И уходить. Сюда уходить уже будет в синеву. Вот так вот пятна фиолетовые. Я поддерживаю пятна, как в картине. Примерно поддерживаю. Значит, все равно буду рисовать не монотонно. Вот здесь. А как бы по листве. Структура однотонности, но структура кисточки. В разные стороны. В общем, фактурой, фактурой. А пятнышки уже цветовые будут. Так, здесь. Вот такое пятно. Ну, хватит тебе. Ну, чего ты? Вот он, видите? Ноет сидит. Вот этот вот. Вот он. Сидит, ноет. В коробке тут они у меня. Ну, хватит. Спи давай. Ой, мой хороший. Мой хороший. Все спят. И ты спи. Потому что расстояние большое. Значит, невзирая на ветки, все прозрачно, все видно. Ну, а если не видно, так, значит, докрасим, придумаем на ходу. Уже образ у нас закрепился, все равно в голове. Карандашного наброска. Конечно, конечно, в живописи маслом такого чуткого тут контура не бывает. Ну, в моей картины все возможно. Будем от принятого отходить. Создавать шедевры. Ну, или просто рисовать. Или шедевры, или просто порисуем. И просто порисуем. Такие закаты у нас красивые. Боже мой. Все лето я закатами ездила, любовалась. И сейчас они продолжают красотой свои удивлять. Значит, вот это все пространство до этой земли, все это воздух. Голубой цвет. И здесь тоже все это голубое. Значит, вот этот фонарь я хотела закрасить. Потом желтым еще прокрашу поярче. Методов вот этого изображения может быть разное. Но световой вот этот градиент он общий для всех акриловых красок или каких бы там еще не было вообще для всего рисования. Чем бы вы ни рисовали, а вы должны это знать. Какие краски друг с другом чередуются, чтобы нарисовать свет или блик какой-то от цветового источника. Знаете, от, например, свечки, огонь, какой-то бы костер бы вы рисовали. вы будете вот так рисовать. Здесь белое будет ярко, очень центральный центральный такой нокаул. Знаете, нокаул света. Такой яркий до белого. Ну, в данном случае этим источником будет плафон. Ну, если вот так рисовать, например, какую-то свечку, там, блики вот эти белые, как на море мы волны рисуем, и потом на волнах на пенке кое-какие блики белые, и получается пенка вообще играет бликами яркая становится. Хотя нарисовано не белой краской, там, голубой, например, или фиолетовой с сочетанием этих тонов. Вообще интересно, мне нравится, когда белое рисует вообще не белыми красками. и так визуально все равно ох, залезла. Визуально как бы кажется белым. Такой у художника есть момент, он может такой нарисовать талант из этого изображения. Ну, это тоже приходит с понятием. Не сразу вы там раз и все у вас это. Все это понятием практика. Надо запоминать, что получилось именно у вас, не у какого-то художника. Своё запоминать надо. Потому что что-то получается лучше, что-то хуже. Надо то, что лучше, сразу запоминать и себе, что это ваше. И вам это легко дается. Знаете, есть такой момент, когда говорят, что в руки легко идет, надо брать сразу, иначе потом оно будет очень тяжело идти, если его не взять. Какие-то жизненные мероприятия бывают. Поэтому надо брать. Будем брать. Сейчас если тюбик кончится, а у меня его не будет. И все. что тут у меня тогда будет. Я сейчас четко делаю границы. Я потом эти границы туда сделаю, как будто бы уход зданий там дальше. Еще здания только они невнятные. Пока я создам просто воздух, в котором потом врисую пятна здания, которые плохо уже рассматриваются из-за дали. Я делаю толстый слой краски, потому что она потом выглядит богато. Живопись не разбавляю до воды. Вот могу разбавить и просто залить этот кусок. Края уже затемняются в рисунке. Это перспектива. Видите, края получаются опять квадратные, хотя я подразумеваю, что я буду делать закругление. возможно совмещу, потому что не удалось мне залить однотонно. Но этим я картину не испорчу, только сделаю более правильную по цвету. Вот так вот будет. Здесь будет то же самое вот этим тоном. Я его прямо отдельно положу, чтобы его не потерять. Итак, мне этот синий еще нужен где? Значит, сюда пойдет синий, сюда пойдет синий. Вот сюда до конца я должна довести этим тоном. А у меня он же сейчас очень темный. Ладно, здесь будет еще бирюзовый. Немножко тон будет бирюзовый. Низь. То, что нужно создать на горизонте свет. удаляющийся. Весь синий убирать даже можно не надо. Сделать такое пятнистость. Бирюзовый. просвечивается. тут желтый будет желтый. Засвечена вот территория, но ничего не могу сделать. Вот по-другому как свет сделать. Краска глянцевая это тоже такая область какая-то световая здесь. нарисую пятнами. Сейчас вот это все пятна. Пока еще раскладываю пятна такие как большие. Ну вот не прокрашена вот эта территория еще у меня. Она почти вся фиолетовая. Я могу ее фиолетовым тоном закрасить. Так визуально что у меня получается сюда сюда голубое голубое бирюзовое и тут фиолетовое почти все. Фиолетовое как бы идет вот свет видите отсюда протягиваю по идее надо сюда ближе протягивать. Да это все вот это фиолетовое будет и оно лежачий лежачий вариант. Значит желтая желтая вот здесь тоже желтая фиолетовое фиолетовое